Приказ МЧС России и Минцифрой России от 31.07.2020 года утверждено положение о системах оповещения населения и определен сигнал гражданской обороны, который называется «Внимание всем!». Как определить, что подан сигнал «Внимание всем!» Значит, сигнал подается в виде аудиосигнала сиренной или мощной акустической системой длительностью до 3 минут, а также прерывистой глютой транспортных и других средств. Затем по сетям связи, радио, телевидению, громкоговорителям, смс-сообщениям передается аудио информация о порядке действий при тех опасностях, которые возникают. Но это, значит, угроза воздушной тревоги, химической тревоги, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других опасностей. Если граждане услышали гол, сирен в городе Кузнецке, необходимо включить телевизор, радио, посмотреть смс-сообщения, получить информацию о том, какой сигнал гражданской обороны доводится, какая опасность грозит. По этой информации уже принимать соответствующие меры. Сигнал «Внимание-7» подается для привлечения внимания при угрозе нападения противника, а также при аварии, катастрофе или стихийном бедствии. Если граждане услышали этот сигнал, необходимо немедленно включить радио, телевизор, послушать сообщения о порядке действий, полученную информацию по возможности передать соседям. Соблюдать спокойствие и порядок действовать согласно полученной информации. После сигнала «Внимание-7», то есть как проглудили сирены, могут последовать другие сигналы из источников, которые я озвучил, с информацией об угрозе воздушного нападения, химического заражения, радиоактивного загрязнения или катастрофического затопления. По сигналам. Значит, сигнал «Воздушная тревога» предупреждает население об угрозе воздушного нападения противника и непосредственной опасности поражения города. Если граждане услышали этот сигнал и находятся дома, необходимо отключить электроэнергию, газ, воду, отопительные приборы, взять с собой личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия, плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные устройства и двери, при необходимости оказать помощь детям и престарелым, направиться в защитные сооружения гражданской обороны. Что касается граждан и защитных сооружений гражданской обороны, которые имеются на территории города Кузнецка. К защитным сооружениям гражданской обороны относятся такие сооружения, как укрытия. Они предназначены для защиты неработающего населения и населения, которое находится в домах. В городе Кузнецке на сегодняшний день имеется 298 подвальных помещений подземного пространства, расположенных под зданием многоквартирных домов, организаций и общественных учреждений всех форм собственности. Мы провели работу, установили все эти помещения подвальные, проверили их. Все необходимые задачи для проведения в готовность подвальных помещений доведены до управляющих компаний. Население многоквартирных домов, где отсутствует подвальное помещение, припрепленные к МКД с имеющимся подвальным помещением данной информацией, находится управляющей компанией. На сегодняшний день по объему защищаемого населения в городе есть места для укрытия, которые превышают количество необходимого в два раза. Граждане, проживающие на квартирных жилых домах, услышав голос сирен в городе, должны еще раз включить средства связи, телевизор, радио, посмотреть СМС-сообщение и по данной информации, если это сигнал о воздушной тревоге, спуститься в подвальное помещение многоквартирных жилых домов. Вот в тех домах, которые проживают, туда и спускаются. Если в многоквартирном жилом доме нет подвального помещения, то у граждан есть возможность спуститься в подвальное помещение соседних многоквартирных жилых домов или в подвальное помещение организации любой формы собственности. При получении сигнала внимания всем управляющий компанией откроет все подвальные помещения и доступ будет свободным для любого гражданина, независимо от того, где он находится. Если гражданин находится не дома, а на улице и услышал сигнал оповещения, у него есть возможность спуститься в подвальное помещение любого здания, которое находится поблизости. В городе Кузнецке расположено 22 сирены оповещения населения. В принципе, мы закрываем город на 100% полностью. На сегодняшний день администрации города Кузнецка приобретено 7 дополнительных сирен, которые будут устанавливаться взамен сиренам, которые отслужили свой ресурс. Буквально на этой следующей неделе мы заменим вот эти вот 7 сирен, и полностью город будет обеспечен возможностью передачи сигналов внимания всем для всех категорий граждан. Также в городе имеется 15 защитных сооружений, которые называются убежища. Убежища расположены на территориях организаций и предназначены для защиты рабочей смены, которая находится на рабочем месте. Главное управление МЧС России на сегодняшний день формирует интерактивную карту, на которой можно будет посмотреть, где находятся защитные сооружения, то есть укрытие для неработающего населения и для населения, которое находится дома, и определить уже местоположение этого укрытия в реальном времени с учетом тех координат, которые будут указаны там. То есть в Яндекс.Картах появится такое приложение, которое можно будет отследить и посмотреть, куда необходимо укрываться. Продолжение следует...